Ситуация такова, что необходимо уже сейчас и оператору связи, и разработчикам приложений, и разработчикам устройств уже сейчас как-то зарабатывать на эту рынке. Потому что это бизнес. Бизнес делается для того, чтобы зарабатывать. И наша задача как консультантов, как аналитиков, попытаться вместе с оператором связи, с другими участниками этого рынка, пытаться все-таки выработать какие-то вещи. Хотя бы самые общие, самые предварительные, первые шаги. И первый вопрос, на который необходимо все-таки как-то попытаться ответить, все-таки что такое интернет-вещей, чем он отличается, если вообще чем-то отличается от M to N, и как с этим дальше выглядит. И the first question we need to answer here is what is the inner thing, how does it differ from or doesn't differ from M to M, and how can we live with that? В частности, это будет ответ на вопрос, о том, может ли интернет-вещей существовать безумно. And this will be also an answer to the question whether the internet of things can exist without a cloud. Ответ нет, не будет. And the answer is it cannot exist. По той простой причине, что отличие устройства интернет-вещей от устройства, просто имеющего connectivity, не передающего какие-то телеметрические данные, состоит в том, что функциональное назначение этого устройства определяется не аппаратно или программно-зависимым аппаратом на самом этом устройстве. Определяется тем внешним сервисом, в общем, с которым это устройство интернет. Это так называемая концепция, правда? Программная определенность, софтверо-дефайн. То есть, это концепция, которое называется, софтверо-дефайн. Еще такие устройства называются... Мы также называем эти устройства смартные. Да. Продолжение следует... Please switch off your microphone, because we hear your voices. Sometimes it's an easy to speak. Thank you. Наиболее распространенным таким устройством является смартфон-планшет. Вы заходите в магазин приложений, причем, понятно, что скачиваете вынесет приложение, а в основном это лишь пользовательский интерфейс, который позволяет вам взаимодействовать с этим приложением. А само приложение, естественно, находится в блоке. And a good example of these IoT devices are the smartphones or the tablet, computers. Because if you go to the Apple application store, you normally download not the whole application, but only the user interface, which helps you to get connected to the application. И сейчас речь идет о том, чтобы применить вот эту концепцию Software Defined практически к любому устройству. And I will talk about how this Software Defined concept can be used for every single device. Можно срочить. И вот в результате... Прошу прощения, экран очень маленький, там прочитать не работает, что написано. Я скажу разные слова. Вы знаете, что получается? Значит, от ситуации, которую мы имеем сейчас, это ситуация наличия самых разнообразных ресурсов, автомобилей, зданий, сооружений, транспортной инфраструктуры и так далее, практически информационно между собой не взаимодействующих. И основным ресурсом для, собственно, эксплуатации этой инфраструктуры является человечество. И, соответственно, все взаимодействие происходит на уровне межчеловеческого общения. Human to human. И трафик, естественно, межмашинный трафик, он составляет очень малую долю в объеме трафика существующего. Остальное это общение людей между собой в том уровне. И, соответственно, в результате ситуации, мы используем различные ресурсы, например, как машины, транспортной инфраструктуры. И дата-экспортной инфраструктуры не существует между этими ресурсами. Единственным способом, чтобы эксплуатировать информацию, это человеческие люди. Таким образом, есть человеческий дата-экспортной инфраструктуры. В этом случае, М2M, это очень маленькая часть в этом случае, потому что все связано с человеческим коммуникацией. Чем плохая ситуация? Ситуация плохая тем, что эффективность использования ресурсов в такой модели крайне низка. Для разных ресурсов она может исчисляться по-разному, но, в принципе, уровень такой. Это единицы процентов от возможного использования этих ресурсов. Единицы процентов. Что такое плохое для ситуации? Без плохого эффективности этих ресурсов использования, и это может быть, наверное, на уровне, наверное, как разумного, что-то, 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 что-то. Предлагается в связи с этим, да? Вот та самая концепция, о которой говорил Сорос, да? К низкому базе, да. То есть только там речь не о низкой маржинальности, а о низкой затратности. Вот об этом. О том, как снизить издержки. И есть возможность снизить эти издержки радикально, просто координачно. Не на 3-5 процентов, как мы привыкли мерить отдачу от информационных технологий, а в 10-100 раз. Это то, что сейчас уже становится реальным. И это тот бенефит, да, ради которого сейчас вот все эти вещи обсуждаются, пытаются имплементироваться, и люди пытаются на этом зарабатывать деньги. В чем идея? Идея в том, чтобы не просто соединить эти устройства между собой, не пытаться управлять ими как некой единой системой с точки зрения взаимоопримизации работы, а в том, чтобы попытаться реализовать значительную часть функционала этих устройств, программами вытащить их с аппаратной части, сдавать их программами в облике, и доставлять их на эти устройства, а сами устройства сделав максимально простыми. И мы можем сделать это. В этом случае, Орен Буфетт, я бы хотел бы назвать на ло-маржин. В этом случае, я бы хотел бы сказать, что ло-коск, потому что мы можем использовать ло-коск, и не только 3-5%, это не очень типичный для их индустрии, But by 10 or even 100 times, and this is probably the main benefit for the companies and people doing business here, and that's why they're doing business here. And my idea is actually not only to connect the devices and to manage the single system, we need to take away the functions from this device into the cloud software. And then give the information to the devices, which are supposed to be as simple as possible. A very good example would be banking area. And you can see on this chart, on this slide, the difference in the cost of the banking transaction, which is done via or online in comparison to the typical banking transaction you undertake in a bank office. So, if in the Russian bank system, in 2011-2011, this is the data in McKinsey, about 70% of the transactions were offered offline, through the отделing of the bank, with the соответствующими transactions, then, for example, in the bank system in England, these transactions were offered only 10%. The rest of the 90% of the transactions were offered online. And McKinsey also presented data about the Russian banking system efficiency. Last year, 70% of all the transactions were done offline, and 90% online. And in this case, the efficiency of the Dutch banking system is much higher. And the labor efficiency is 10 times higher than the one in Russia. That's the reason why some of the Russian banks started to change the mood, how they provide services, and they call themselves now IT companies with a banking license. As I mentioned, the company Accenture, in a recent research, Technology Vision 2015, there is a lot of evidence that it is not visible. There is a lot of evidence that it is not visible. It is clear that it is not visible. Так называемой нарождающейся цифровой экономикой с обычными подходами к формированию добавленной стоимости, совершенно новая цифровая экономика с совершенно иными подходами к формированию добавленной стоимости. В этой экономике добавленная стоимость формируется через организацию взаимодействия различных облачных сервисов между собой через открытые пляжи, в результате которой формируется новая добавленная стоимость суммы этих сервисов. Точно так же, как в обычной экономике вы, используя различные комплектующие, создаете некий продукт, который обладает новой стоимостью, который не обладает компонентами этого продукта по отдельности. Только здесь это предлагается сделать то же самое, но в виде облачных сервисов. Now we are talking about the new VALUE chain in the Digital world. Which you quite different from the traditional VALUE chain. In this case, you have service in the Cloud via the open API so you can also add this service one to another and get a new value which will be a sum of this services. Это также сравнительно с традиционным производством нового продукта с различными компонентами, когда вы их вместе получаете и получаете новую продукцию, и абсолютно новую цену. На этом предполагается опирать бизнес-модели, разработку бизнес-моделей основанных на использовании интернета вещей. Это должны быть основаны для бизнес-моделей, которые используют ILT. Следующий слайд. Какие проблемы есть сейчас в формировании этих цепочек добавленных стоимости? С одной стороны, уже есть и активно развиваются экосистемы таких облачных сервисов, в частности, это, например, экосистемы, которые сейчас строят кубы вокруг недавно купленной компании Nest. Эта система интеллектуального управления инженерными системами издания и сооружений. Принесуэта В この новую продукцию мыслить программ-клуды с версиями, One example would be the Google company, which is creating this kind of cloud service around the Nest company, which was acquired not so long ago. And this service is intended to provide intelligent management of buildings and utilities. С другой стороны появляется все больше устройств, интернет вещей, датчиков, исполнительных устройств, на которые эти серверсы могут операться. And we also are getting more IoT devices, sensors, and other equipment, which can be used as a basic foundation for the services. My problem is what should connect them. This is a network. The problem is that the common networks are not able to provide the required connectivity for this kind of services. На этом слайде приведена зависимость, требования различных приложений к показателям пропускной способности канала и задержки сигнала. Here on this slide you can see the dependence of the requirements from different applications to the channel through PUT and to the signal ELA. Проблема состоит в том, что в отличие от обычного трафика, для трафика устройства интернет вещей необходимо при очень малом объеме этого трафика обеспечить очень малую задержку сигнала. Например, существующие сети 2G, 2G, 3G не позволяют вообще обеспечить такую задержку сигнала минимально. Она примерно в 100 раз выше, чем уже. Только сети LTE могут это сделать, но сети LTE уже сети будут. В этом случае мы говорим о дата-трафиках для IOT. Трафик может быть очень маленький, но в этом случае сигнал-делай должен быть очень коротким. И это не единственная метрика. Другими очень важными метриками являются гарантированная доступность канала для передачи телеметрических данных и информационная безопасность. И много других метров. Причем для каждого сервиса и для каждой ситуации конкретной работы этого сервиса они разные. Соответственно, операторам связи необходимо иметь возможность тарифицировать не только трафик, объем трафика, но и вот эти вот самые разнообразные качественные метрики. И вот цепочка монетизации, возможно, она как раз сейчас рвется и мы должны уйти. Поскольку потребителю нужен вот этот вот колотив сервис непосредственно на его устройстве. А не в дата-центре. И не в дата-центре. С другой стороны, если представить себе, что такое возможности будет существовать, то получается очень красивая цепочка формирования добавленной стоимости. в которой есть провайдер сервиса управляющего, есть оператор связи, который формирует ряд очень существенных для этого сервиса качественных характеристик и берет за это деньги с провайдером. Есть абоненты, которые платят за эти самые характеристики. В этом случае, если мы представим, что все, что я сказал, может быть реально, мы получаем очень интересную цену, которая комментирует сервис-провидера, то есть комментирует сервис-провидера, который способен зарабатывать метриксы и зарабатывать провайдер на эти метриксы, и подписчиков, который использует эти сервисы. Я здесь уже упомянул о том, что LTE является сетью другого поколения. В чем разница? Разница не в нисколько и не столько скорости, которую эта сеть может обеспечить, а в том, что эта сеть программно определяемая. То есть она как раз является одним из тех видов устройств, для которых реализована вот эта концепция программной определяемости. То же самое можно сделать и для сетей Wi-Fi, и для проводных электролоконных сетей. Это не играет роль. Но главная особенность такой сети стоит в том, что она может управлять ресурсами сети таким образом, чтобы гарантировать вот этот самый сквозной коз к прикладному сервису. Это может также связаться с Wi-Fi, с фибро-оптическими сетями, но фактуральность – это, что этот сетей может быть способен обеспечить свои ресурсы, чтобы проводить ант-то ант-плоте сервиса для использования. И очень важный момент стоит в том, что с этим приложением она как раз взаимодействует через вот эту самую открытую дверь. Формирует таким образом экосистемы, взаимодействующих между собой через API-сервисы, формирующую вот эту самую добавленную сторону. And these applications communicate via open API and create this economic ecosystem for you here. Соответственно, монетизация, возможность монетизации и от интернета вещей для оператора связи и для других участников. Эта цепочка формирования домашних скоростей стоит к необходимости переходить на концепцию программной определяемости. And monetization for the communication operator and other stakeholders in this case is need to transfer to this hardware to define solutions. И последний слайд, пожалуйста. На наш взгляд, это как раз хорошее графическое изображение элемента такой экосистемы. Это облачко стилизованное под пазли, которое можно складываться с другими облачками и формирует новую добавленную стоимость, то есть реализовать стратегию взаимовыгоды в сотрудничество с управлением облачного сервиса и операторов связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова